Последние встречи на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном, они проходили на территории Евросоюза, если я не ошибаюсь, три встречи были в Брюсселе, одна в Праге, явная такая была попытка перехватить инициативу, да, потому что очень недовольны были, особенно Франция, и тем, что Россия оказалась здесь главной страной-медиатором, которая вела все эти переговоры и, собственно, инициатива России была, которая остановила военные боевые действия в свое время, в 20-м году. И вот это как раз вылилось в то, что особенно последнее время активизировалась и Франция, и ее внешнеполитическое ведомство, и сам президент Франции Макрон, который очень много уделял внимания этим вопросам, ну, не без Соединенных Штатов Америки. Я вообще бы сказал, что такая активность западного мира на, вот, закавказском направлении, оно было такой, сразу после посещения Еревана, Нэнси Пелоси вездесущей, который где не появится, тут же начинается определенный кризис и обострение, что на Тайване, вы помните, наверное, ее поездку, что вот в Армении. После этого сразу были инициированы очень такие антироссийские риторика определенных кругов в Армении, которые начали муссировать вопросы с поддержкой средств массовой информации западной, конечно же, о... Там даже муссировались вопросы о выходе, значит, Армении из структур, где Россия играет главную роль, ну, прежде всего, ДКБ, вот, ставил вопросы и премьер-министр Армении перед ДКБ, там, кстати, получил такую довольно резкую отповедь от Александра Лукашенко. Вот на связь с нами вышел Камран Гасанов. Камран, приветствую, спасибо, что нашел время поговорить. Сегодня вот я уже такую большую преамбулу сделал по поводу сегодняшней встречи в верхах президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении. Всю вот подноготную того, что предшествовало, да, там, и активность Европы, особенно Франции, об этом тоже сказал. Вот твой взгляд. Чего мы можем ждать от сегодняшней встречи? Да, приветствую, Гея. Действительно, сегодня очень важная встреча, в первую очередь, конечно, для России, потому что мы заметили, что последние переговоры между Арменией и Азербайджаном, они все-таки проходили не на российской земле, да, то есть в Брюсселе три встречи, потом в Праге. И ходили слухи, что якобы Евросоюз начал оттеснять Россию из вот этого армяно-азербайджанского регулирования. И сам факт, что эти переговоры вновь пройдут в Сочи, говорит о том, что Россия никуда не делась, она играет по-прежнему ведущую роль в решении этого конфликта. Что касается деталей, то, конечно, нужны результаты, нужен прогресс, потому что, если вспомнить опыт до Второй Карабахской войны, когда шли переговоры бесконечные, никаких результатов в сторону не добивались, все это, конечно, приводит к военной эскалации. Мы видим, что время от времени они все-таки случаются, несмотря на подписание соглашения о перемирии, несмотря на реализацию ряда пунктов, все-таки есть проблемы с эскалацией. Это говорит о том, что не все проблемы решены. Но, тем не менее, понимая, что есть определенная конкуренция со стороны Запада, мне кажется, вот те договоренности, которые были совершены в Праге, о признании взаимно территориальной целостности Армении и Азербайджана, это может быть отправной точкой для дальнейшего прогресса. Но главный вопрос, и сейчас, конечно, остается, это делимитация, демаркация границ. Мне кажется, этот вопрос уже надо заканчивать. Все карты находятся в России, и мы можем этому поспособствовать. Следующий шаг, который еще не реализован, это открытие транспортного пути из основной азербайджанской территории в Нахчевань, так называемый азербайджанский Калининград. И это соглашение тоже прописано в трехстороннем меморандуме, и Россия здесь тоже выступает гарантом. В сухом остатке нужны результаты, чтобы этот процесс все-таки развивался динамично. Я обратил внимание на слова президента России на Валдайском форуме. Как раз он говорил о азербайджано-армянском регулировании и говорил о том, что предшествовало этому. И как раз говорил о том, что Армении предлагались всегда пути уменьшить эскалацию. Там говорилось о пяти районах, которые можно было передать и так далее. И тогда президент России сказал о том, что Армения выбрала другой путь. И перед этой встречей тоже подобное превью, что ли, было что. В общем, есть все возможности решить это мирным путем, потому что альтернатива этому новая эскалация. Да, конечно, мирный путь, он всегда существует. Это просто, наверное, проблема всех игроков на международной арене, что они до последнего надеются на чью-то поддержку или рассчитывают на свои собственные силы, да, или на слабость противника. Поэтому время от времени происходит эскалация. Для России надо понимать, почему мы заинтересованы в успешных содержательных переговорах, потому что альтернативой этому будет усиление наших противников из Евросоюза. И первая весточка в виде отправки гуманитарной миссии на армяно-азербайджанскую границу страна Армении уже есть. И я думаю, если будут какие-то действия, не приводящие к прогрессу, тогда, я думаю, Евросоюз опять будет предлагать свои какие-то альтернативы, может, поблажки, бонусы для той же Армении. И здесь почва, вы сами знаете, она благодатная. И все-таки Пашинян говорил о том, что в случае чего мы можем привлечь и французских миротворцев, и натовских, поэтому нужны результативные переговоры.